Строительство жилья и платные парковки. Эти темы обсуждались сегодня на еженедельном совещании столичной администрации. До конца года застройщикам нужно сдать 95 тысяч квадратных метров жилья или 14 многоквартирных дома. А это одна треть от общего годового объема. В управление архитектуры отмечают, в сроке должны уложиться. Две трети уже введены в эксплуатацию, в их числе и дома, вошедшие в программу переселения из ветхого жилья. В топ застраиваемых микрорайонов попали Новый город, Солнечный и Садовый. На 2018 год планируем также ввести объем не менее 320 тысяч квадратных метров жилья. И основными микрорайонами застройки планируется Микрорайон Солнечный, Микрорайон Новый город, 14-й микрорайон, Микрорайон Соленой, Университетский и другие. Отдельный вопрос долгостроя. Пока в Чебоксарах такой дом всего один и его планируют сдать в этом году. Поэтапно начинают работать и платные парковки. Одна из них на площади республики уже функционирует. К 1 ноября за деньги придется парковаться на ЖД вокзале и в центре Чебоксар. Стоимость 30 рублей в час. Не у плата штраф от 1000 рублей до 3. На данный момент производится отладка системы. Подрядными организациями устраняются выявленные недостатки. Для того, чтобы горожане смогли привыкнуть к правилам пользования зонами платной парковки, штрафные санкции не будут применяться до 1 декабря. С 1 декабря проект заработает в полном объеме. У горожан еще есть возможность решить платить за удобство или пересесть на общественный транспорт. Время покажет, что они выберут. Но и другой вариант. Бесплатная парковка тоже должен работать. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.